Приветствую вас! Я думаю, что ответить на ваш вопрос можно таким образом. Во-первых, у вас есть страх, что ничего не получится. Это далеко не всегда приятно и у совершенных точно никогда не способствует тому, чтобы расслабиться в сексе. Это первое. Второе, что хочется вам сказать, это, пожалуй, то, что, ну, интимная жизнь, да? Ну, вообще, как такова интимная жизнь, она связана во многом с тем, как мы относимся к нашему сексуальному партнеру, как мы относимся к себе, то есть хотим и доставить удовольствие, например, себе или хотим и удовольствие доставить своему сексуальному партнеру. То есть, понимаете, если вы встречаетесь чисто с девочками ради секса, то, конечно, вам будет достаточно сложно. Но и там, и там можно получить удовольствие, правда, для этого нужна практика и нужны именно постоянные отношения с девочками. Чтобы, чтобы вы привыкли, чтобы вы раскрепостились, возможно, немного, и через вот эту самую раскрепощенность, чтобы вы смогли, наконец, получать удовольствие от секса. То есть, мне кажется, что ваша проблема заключается в том, что вы просто не позволяете себе в постели делать то, что, ну, то, что вам хочется. То есть, вот у меня такое ощущение, такое ощущение возникло, по крайней мере. Вот, я не берусь его, ну, не берусь утверждать наверняка, да, но мне так видится, мне видится именно вот такой момент. А, значит, мне так кажется, опять же, вот, но я могу ошибаться, так или иначе, вот. А, еще есть вариант, значит, такой, что вы просто-напросто, ну, продолжаете, как бы так сказать, вы продолжаете просто раздерживаться, вот, от привычной схемы удовлетворения своей сексуальной потребности, и, соответственно, со временем у вас все начнет получаться, вот. Хотя здесь тоже есть момент, что, вероятно, вы в той или иной степени немножечко озабочены, может быть, сексуально. То есть, вот, сверхмотивация, сверхозначимость секса для вас, если она присутствует на самом деле, то она, конечно, продиктованная, ну, не самим сексуальным желанием как таковым, а скорее какими-то личностными проблемами вашими, и здесь, конечно, с ними желательно бы разобраться. Вот. Потому что, ну, еще раз повторяю, зачастую, зачастую, проблемы в сексуальной жизни, а также чрезмерной сексуальной озабоченности связаны не столько с неудовлетворенностью, сколько с личностными проблемами, которые человек пытается за счет секса удовлетворить. Вот. То есть, это и решить. То есть, это может быть проблема, например, вашей, допустим, неуверенности в себе. Это может быть проблема кому-то что-то доказать, это может быть проблема того, допустим, как вы чувствуете себя, ну, вот, непосредственно, получая сексуальное удовольствие и наслаждение. Это могут быть какие-то страхи, вот, у вас есть страх, что ничего не получится, то есть, для вас очень важно, чтобы получилось, что вы не можете расслабиться. То есть, все это, по сути, мешает естественному сексуальному поведению, которое базируется на спонтанности, на естественности и так далее. Вот. И важно понять, что именно вас отвлекает, избивает с естественного, ну, с естественного хода, с естественного развития событий. Если, 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 если можно так вот выразиться, да. Вот. То есть, на мой взгляд, на мой взгляд, здесь вот нужно обратить внимание именно на такой аспект. То есть, какую, какую, какую проблему вы хотите решить через секс, вот. Ну и само, само, так сказать, сексуальное поведение, да, его тоже можно корректировать, в зависимости от того, что вы хотите, в зависимости от того, что вам нужно, в зависимости от того, что вас беспокоит и соответствует с вашими запросами. А секс, помимо всего прочего, это ещё и доверие между, между людьми, то есть, это определённая такая степень, определённый уровень доверительных отношений между людьми. И если у вас проблемы с доверием, то есть, если вы боитесь, там, к примеру, людям доверять, если вы опасаетесь доверять людям, то, конечно, это всё оказывает существенное влияние. И существенно затрудняет, ну, скажем так, получение вами сексуального удовольствия. Вот, поэтому здесь, конечно, тоже нужно эти моменты поисследовать, чтобы вы разобрались в себе. Вот. Мозг перенастраиваться, значит, ну, на новые привычки. Мозг, конечно, мозг перенастраивается на новые привычки, просто происходит это не сразу и не быстро. Вот. Ну, это безусловно происходит. Вот. А нужно время. Вам нужно время. Вот. И, возможно, тут требует всё-таки работа со специалистом, потому что, ну, не совсем, не совсем понятно, с чем мы имеем дело. Да, то есть, мы имеем дело с чисто каком-то сексуальным поведением, закреплённым, вот, случайно. Или мы имеем дело с личностными проблемами, такими, например, как страх. Вот есть страх, потому что ничего не получится. Почему вас это волнует? Почему вас это беспокоит? Почему вы считаете, что обязательно должно получиться? Понимаете? Вот. То есть, если вы встречаетесь с девочками ради секса, то вам, как бы, в этом смысле мне представляется актуальным Возможности думать больше о своих ощущениях, потому что, так или иначе, вы девушку всё равно используете. Если же вы встречаетесь с девушками, там, не знаю, ради чувств, да, вот, ну, именно чувств, то здесь совершенно, совершенно другая история, совершенно другая ситуация, и работать уже нужно именно с ней. Ну, собственно, вот, с этой ситуацией. Но помогли бы вам, поскольку вы не очень уверены в себе и не уверены в себе в контексте сексуального поведения, то вам помогло бы больше доверительные сексуальные отношения с постоянным партнёром. То есть, возможно, здесь впервые имеет смысл посмотреть на то, почему у вас нет постоянного партнёра. Ходите ли вы, ну, хотите ли вы постоянного партнёра. Вот. Но это, опять же, нужно исследовать. Опять же, это нужно исследовать. Вот. Такая вот история. На этом всё, в принципе, на этом всё. Я надеюсь, что это было вам полезно. Антон, если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь вам. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.